Ветераны-чернобыльцы и их родственники-кадеты сегодня в сквере Марии Рубцовой почтили память погибших при ликвидации последствий масштабной аварии на атомной станции в Припяти. Трагедия произошла 26 апреля 1986 года. Это вы ПЧ-2? Что у вас там горит? Взрыв внутри, на лавном корпусе. А там люди есть? Да. Взрыв. А после радиоактивное облако прошлось по территории России, Украины, Белоруссии. В зону отчуждения отправили ликвидаторов. Сотни тысяч человек. Среди них были химчане. Они строили саркофаг, который накроет очаг аварии и спасет миллионы жизней. Правда, ценой здоровья и жизни тех, кто работал в эпицентре трагедии. Сегодня в Химках осталось чуть больше сотни жителей, которые участвовали в возведении объекта укрытия. Среди них Вадим Крыжановский. Два города всего в Подмосковье. Это электростали химки, которые послали туда своих представителей. Это в основном инженерный состав, монтажники, сварщики. Первую неделю я провел на самой станции, там, где производилось строительство саркофага. А остальные 90 дней был директором, начальником лагеря на 400 человек. Со дня окончания строительства саркофага над разрушенным реактором прошло 32 года. На торжественном митинге память погибших коллег, родственников почтили минутой молчания, а после возложили цветы к памятнику ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Алена Беляева, Николай Забродин, Служба новостей.